всех приветствую сюда на канале это рукодельный канал красивое тепло и меня зовут ольга и сегодня у нас 22 марта на градуснике утром было минус 32 сейчас солнышко яркое и 25 мороза было уже потепление до минус 6 но два дня мела метель новый снег и опять пришли морозы тема сегодняшнего видео это мои процессы новые которые превратились в готовые работы и вы только посмотрите как у меня начался март такое буйство красок преобладают у меня в месяце марте первая моя готовая работа за март это детская ажурная французская кофточка я вам ее уже в предыдущих видео показывала кто еще не видел пройдете по ссылке посмотрите если вам это интересно эта кофточка у меня уже довязана все кончики спрятаны она у меня уже постирана и осталось только пришить пуговички я в предыдущем видео у вас попросила чтобы вы мне в комментариях написали какие вам пуговички больше всего понравились жду ваши комментарии и затем буду пришивать пуговицы следующая готовая работа это вот такой капор с такой интересной красивой весенней деталью этот капор у меня связан на размер 54 56 сантиметров эта модель мне нравится тем что она более-менее сидит вот по голове по шее то есть он не болтается но если вы хотите чтобы ваш капор был более свободен у меня на канале есть мастер-класс подробные где я вязала там из пухонорки капор там модель идет свободная я не делала вытачек и поэтому он получился свободный так как он свободный капор очень удобен в холодное время года его носить за счет вот этой свободы и объема он хорошо согревает а этот капор подойдет на на более теплое время года весна осень здесь вот такая сзади интересная деталь очень классный на этот капор у меня мастер-класса не будет так как я его вяжу по платному описанию и дальше в процессе я начала еще один этот капор у меня связан на размер 54 56 сантиметров 2 я вяжу на размер 56 58 сантиметров будет побольше работа уже движется к завершению осталось совсем чуть-чуть довязать длину и останется обвязка капора и капор будет готов его постираю я вижу для наличия на продажу если такие изделия вам интересны и вы хотели бы приобрести такую вещь пишите мне в комментарии мы обговорим условия покупки вижу я из пряжи от drops непал всем это пряжа уже знакома очень классная пряжа гипоаллергенная подходит для чувствительных людей здесь в 50 граммах 75 метров спицы рекомендуют 5 миллиметров по составу здесь 65 процентов шерсти 35 процентов альпака я вяжу на спицах номер три с половиной я хочу чтобы полотно было по плотнее этот бежевый капор у меня уже постиран смотрите какой он ровненький петли разровнялись заполнились дырочки пушком а этот у меня еще в процессе петли достаточно ровные но после стирки он будет вообще очень красивый и мне нравится что это пряжа еще и распушается слегка если кому интересно цвет у меня 0 3 2 0 это бежевый а этот красивый красный 3608 на камере он передается более яркий нет на самом деле он смотрится вот не такой яркий не хочет улавливать этот красивый цвет он более знаете такой приглушенный пыльный пыльный какой-то ну на камере он алый смотрится нет он не алый я не знаю как вам показать но он очень красивый все пошла дальше трудиться после того как закончу я вам все покажу показываю свои продвижения в работе кофточка у меня уже полностью готова я пришила пуговички в комментариях написали девочки что им больше нравится светлая тоже больше склонялась к светлым пуговичкам спасибо вам за комментарии очень благодарна что вы уделили мне внимание это очень приятно вот кофточка готова пуговички пришиты также у меня готова работа которую ранее я вам показывала это капор я его уже постирала буквально вчера я закончила постирала но вот здесь вот немножко еще влажный и вот сегодня он почти уже высох и очень классный капор посмотрите какая красота и такой же бежевый посмотрите какие красивые шишечки у меня получились я их специально делала очень объемными и после стирки пряжи распушилась раскрылась разбухла и посмотрите прям вообще очень классная в красном капоре мне кажется я даже сделала по объемнее шишки по сравнению с бежевым эффектно это очень смотрится красиво на затылке не будет у вас ничего прилизанной примята будет такой шикарный объем как я вывязываю такие шишечки я обязательно сделаю небольшой ролик в помощь моим зрителям следите за каналом 2 готовые работы те девочки которые у меня приобрели такие капоры они до сих пор меня благодарят пишут мне сообщение что им очень нравится сейчас как раз погода в марте под для такой вещица и посмотрите по размерам этот у меня на 54 56 сантиметров а этот на 56 58 сантиметров вот такая разница он шире длиннее очень классные работы получились я довольна и у меня начинается новая неделя и на новой неделе с понедельника я хочу себе устроить такой марафон каждый день начинать новый процесс наметки на процессы у меня уже есть пряжа подготовлена кому интересно следите за моим каналом каждый день я буду начинать новый процесс и потом в конце недели я выпущу видео в котором покажу процессы за неделю что я начала как продвинулась всех благодарю за просмотр этого видео не забывайте ставить лайки писать комментарии подписывайтесь на мой канал нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ну а я вам желаю ровных петелек до новых встреч пока пока у меня и и и и и